Традиции. С Сергеем Михеевым. Да, они действительно были в плачевном состоянии. Мало того, что боеспособность у них не только поубавилась, но полностью сорвалась у них вот эта способность. Они начали уже думать о выходе из войны. И вот финны уже весной 43-го года, хотя финны-то далеко, но тем не менее они тоже поняли, ловить больше здесь нечего и через шведов начали пытаться зондировать мир. Ничего тогда не получилось, но мы требовали границы с 40-го года. Финны пока не соглашались, хотели там все-таки себе что-то оставить, прихватить для «великой Финляндии» в кавычках. Ничего не получилось, но решилось дело только в 44-м году. Вы знаете, еще один такой интересный момент, как американцы отреагировали на это дело. Я работал с американскими документами в американских архивах. Там вот ОСС, управление стратегических служб такое было. Это причастник ЦРУ. Вот они как раз весной 43-го года выпустили доклад такой для президента и других членов. Это могут ли Америка и Россия потрудничать и рассматривать там различные варианты после Сталининградской битвы. И один вариант. Собственно говоря, мы с Россией враждены. Россия вообще может выйти из войны. Вот представляете, думали, что Россия, разгромив немцев в Сталининграде, выйдет из войны и заставит их одних воевать. А потом мы с ней как бы тет-а-тет сотрудничаем, ну либо кооперируем в нормальном объеме. Ну, слава богу, решили все-таки третий вариант. Но вот это тоже о многом говорит. То есть у них в сознании много что поменялось. Если раньше они думали, что Россия из войны выйдет, если выйдет, то ослабленное, то теперь все. Им приходилось считаться, что русские сами могут немцев разгромить. И тогда, собственно, надо быстрее готовиться к выставке в Европе. Вот что они поняли. И действительно у них вот эти приготовления начались с уроким масштабом, чего не было ранее. Япония. Ведь японский посол был на Советско-Германском фронте. То есть японский посол Берлина. И там ему показывали, как немцы громят русских, как Япония должна быстрее вступить. Нет, японцы затаились на своих авторах. Они поняли то, что и здесь в Советском Союзе ловить нечего. И турки то же самое. И плюс еще, конечно, движение сопротивления. Ведь до 43-го года, ну да, где-то там что-то во Франции, может быть, в Италии было. Но нет. Только после 43-го года там хоть что-то поднялось. Не имею в виду сейчас Югославию, конечно, в Сербах, не имею в виду. Там сразу с 41-го года. А вот в Италии, во Франции, то есть после Сталинградской победы. Недаром вот во Франции, да, даже метро до сих пор остается. Сталинград, так и называется, Сталинградская станция у них. Это началось с 43-го года. И причем там же и во Франции, и в Италии огромную роль играли наши бывшие военнопленные, которые бежали. Вспомню, Порик, который в Италии воевал в других странах. Это 40 тысяч наших бывших военнопленных, они, по сути дела, составляли костяк вот этого движения сопротивления в Западной Европе. В Италии, Франции, Голландии, Бельгии. То есть там и в Югославии тоже были. Это тоже большую роль, конечно, собрало. Вот что можно сказать о союзниках Германии. И, видимо, они стали уже думать действительно о том, а как им вообще из этой ситуации выходить. Дело в том, что Гитлер после этого не использовал ни итальянцев, ни венгров в активных боевых действиях. Это чисто охранные функции. В том числе и румын, вплоть до Кишиневской операции. И в Крыму, да, это 44-й год. И там, по сути дела, что венгры, что румыны, вот есть такие данные, то что в одной Одесско-Николаевской областях румыны, именно румыны, уничтожили 400 тысяч человек. Это вот расстрелы, это концлагеря, это есть данные чрезвычайно государственной комиссии, есть свидетельские показания. Мы им, знаете, простили, как бы, да, выходит дело вот в советское время, потому что Румыния социалистическая, а сегодня это не начинает возникать. То им золото отдает, то им что-то еще не нравится, то отдайте Молдавию нам. Ребят, вот что вы творили на нашей земле? Венгры, это Брянская область, Воронежская область. Что, вот мы, знаете, поисковые отряды на Сорвеевы ездят, до сих пор там вот люди вспоминают, даже вот второе поколение, им родители рассказывали, как зверствовали венгры, как они приходили в деревни, сжигали дома, расстреливали мирных жителей, причем и женщин, и детей. Это было и в Воронежской области. И меня сегодня вызывает просто удивление, когда кто-то предлагает, ну давайте, вот они солдаты якобы тоже были, давайте им, может, какой-то там памятник поставим, что-то такое. Какие они солдаты? Это мародеры, прежде всего, и убийцы. Давайте называть вещи своими именами. И место им, да, вот в аду, на самом деле. Потому что даже неполинемцы удивлялись, как зверствовали венгры Воронежской области. Это тоже есть документы. Вот сегодня вот эти вещи надо вспоминать, тем более то, что, вот посмотришь учебники, английский и американский, я вот как-то занялся, сколько там места уделено Сталинградской битве. Ну, на самом деле она там есть, да, то есть в такое событие я не замолчать не могу. Но если вот событие Медуэй, это в учебнике Школин для средней школы, там где-то две-три страницы, да, вот в американском учебнике. Сталинградская битва полабзаца, то есть это три-четыре строчки. Немцы начали наступать, их отбили, вот, и там жесткими приказами Сталина, там, вот так, вот так. Причем если Медуэй взять, то есть там в этой знаменитой, скажем, под битве было потоплено четыре японских авианоска и один американский авианоска. Общие потери Японии составили три тысячи аж человек. Если взять Элло-Ламей, англичане и немецко-итальянские войска, там потери германо-итальянских войск 30 тысяч человек, всего на все. И полтора миллиона, полтора миллиона в Сталинградской битве. Ну, казалось бы, что вот здесь, да, вот, наверное, в советское время, конечно, тоже историография была, она английская, американская, они там пытались это выделить. Ну, никогда так не ставили вопрос, что-то по поводу Сталинградской битвы или решающей роли Советского Союза. Такого не было, только, ну, может быть, каких-то ястребов только. Сейчас это как бы само собой. Само собой, да, мы выиграли, а вот Россия где-то там без нашей помощи, без нашего элент-лиза, без нашего открытия Второго фронта ничего бы у них не случилось. То есть, фактически, это полностью перевернутое сознание, да, которое сегодня дал близ школьников, там, американцам, англичанам, полякам, украинцам теперь, прибалтам. Как это все? Вот это сложно понять. А мы, на самом деле, занимаем какую-то позицию в большинстве случаев. Ну, разве это непонятно, что Сталинградская битва – это перелом? Вот для них это непонятно. Им надо вот по полочкам все разложить. Смотрите, у вас сколько? У нас сколько? Что делали вы? Что делали мы? Сколько погибло здесь? Сколько погибло там? И как зверствовали на нашей территории, в том числе, вот нынешние демократические страны? Но, я думаю, что тут то, что непонятно им, это еще полбеды. И, к сожалению, становится это непонятно и нам, да. И поэтому эти темы как бы отодвигаются на задний план. И в наших учебниках очень часто можно встретить, ну, крайне такое скудное, скудное рассказы и описания по поводу событий, которые действительно были судьбоносными не только для нашей страны, но и для всего мира. И для меня, например, скажем, возникает тоже вопрос, а чего же вообще ждали те же самые союзники, американцы, англичане, когда Сталинградская битва начиналась? Вот они не хотели открыть второй фронт, хотя вы сказали о том, что вообще это могло привести к тому, что немцы вырывались бы на оперативные просторы. Дальше бы уже война продолжалась бы 10-15 лет, и уж, мне кажется, Англии бы точно был конец. Михайлович, а вот вы сами говорите о том, что, в общем, было ясно, что проигрыш под Сталинградом может дать Гитлеру, ну, невероятные ресурсы для очень долгого продолжения войны. Понимали ли это англо-американские, хорошо, пусть союзники, да? И если да, то почему они отказывались в тот момент оказать помощь Советскому Союзу, ведь на самом деле это могло привести к их гибели, то есть чего они вообще ждали? Они не ожидали победы под Сталинградом, они ждали, что пусть, значит, Советский Союз сделает максимум, что он может, а дальше, даже если он потерпит полное поражение, будем уже разбираться по-другому, вот что об этом говорят историки? Ну, вот если 41-й год взять, 40-й, 41-й, есть документы американские, опять-таки, вот заседания различных комиссий Госдепартамента и потом советников президента, которые оценивали ситуацию, когда пойдет Советский Союз и когда Германия будет, вот так называемая Гитлера называла, они вслед за ним повторяли, крепость Европа, что делать, например, Америки? Уходить в свое западное полушарие, оборонять свое западное полушарие и ждать, пока Германия не грохнется и каноничнее, что называется, да, и вести вот эту периферийную стратегию на Суэцком канале, на Тихом океане, постепенно, скажем так, окружением. То есть эта война где-то на 10-15 лет без Советского Союза, но защищать только западное полушарие англичане, ну, эвакуируется король, премьер-министр и так далее в Канаду. То есть вот если Британия не удержится, то есть она эвакуируется непосредственно на американский континент. Но в 42-м году ситуация изменилась. Они понимали, что даже если Гитлер захватит там Кавказ, Сталинград, возможно, Советский Союз, он будет продолжать войну. То есть Советский Союз уже, как они считали, не возродится как великая держава, но война там будет вестись. Ну, примерно, скажем так, какими-то силами, которые не дадут возможность Германии высадиться, организовать высадку на Британские острова. И здесь постепенно, опять 10-15 лет накапливают силы. Советского Союза может и не быть после Второй мировой войны. Ну, тогда мы в случае победы, там, как в годы Гражданской войны, оккупируем часть Советского Союза, тогда Советская Россия. То есть проведем интервенцию под каким-то предлогом. То есть в этом отношении у них стратегия была выжидательная и периферийная. Что, собственно говоря, Черчилль и предлагал Сталину, когда давайте мы высадимся в Северную Африку в 42-м году. Вот был расчет именно на это. То есть, таким образом, они считали, что Советский Союз каким-то образом будет оставаться, продолжать военные действия. Тем более, мы заключили соглашение и с Рузельтоном теперь, Молдов, и летал. Зачем он туда летал? В Англию, США. Чтобы заключить соглашение и договоренности, и строгие договоренности. Не выходить сепаратно из войны. Вот это тоже и мы соблюдали. И они должны были соблюдать соглашение. Они на них, конечно, надеялись. А другое дело, то что если бы немцы взяли Сталинград, взяли Кавказ, то, конечно же, наше положение было бы действительно очень ахвое и катастрофическое. Но мы лишились бы нефти, а эта нефть перешла немцам. То есть, на чем будут ездить наши танцы? Как летать самолеты? Ведь грозные, это, по сути дела, 80% авиационного бензина, там заводы стоят. На чем будет летать наша авиация? То есть, надеяться только на союзников, но они столько сдать не могут. И тогда, действительно, наша страна могла бы оказаться в том положении, когда поражение, поражение, да, оно бы постоянно, когда моклость, и меч висела бы над нашей страной. Я думаю, что вот, и мнение там Сталина, Генштаба, война бы все равно продолжалась. И до Урала, и дальше. И даже если бы японцы напали, мы продолжали бы держаться. И в конце концов победили бы, да? В результате победили. Но союзники этого не знают. Союзники этого даже не хотели знать. Они просто не верили. Ведь если посмотреть оценки 1941-1942 года, разведки их хотят. Как они наценили Советский Союз? Вначале они думали, 3-4 месяца Советский Союз пойдет. После Московской битвы, ну вот он еще может, пользуясь, продержаться. А потом, да, вот если немцы захватят Сталинград, положение будет критическое, и он будет там оказывать сопротивление где-то возле Урала и дальше. Вот такие оценки были там, вот у союзного командования. Но все они пошли прахом. Они пошли прахом из-за того, что случился Сталинград и случилась битва за Кавказ, которую мы тоже выиграли. Кстати, была ведь еще операция Март. Вот они не забывают сегодня сказать. Это на московском направлении. Ноябрь-декабрь 1942 года. И часто говорят, зачем. Вот американский такой историк Глэмс есть. Он писал, самое большое поражение маршала Жукова, это вот операция Март. На самом деле, это была операция, прежде всего, отвлекающая. Ведь немцы собирались перебрасывать с московского направления под Сталинград до 15 дивизий. Что бы тогда было там, неизвестно. И когда вот мы стали перемалывать их силы под Ржево, вот этой битвой под Ржево, которая продолжалась и в 1941, и в 1942, и в начале 1943 года, она ведь сыграла свою огромную роль тоже вот в этой Сталинградской победе. Хотя наши потери были там 74 тысячи человек. Очень большие. Очень большие за тот период. Мне кажется, знаете, англичане, американцы и сейчас так думают, еще 3-4 месяца, еще 1-2 года, еще 5-7 лет, и от России ничего не останется. Еще один пакет санкций, еще одна какая-нибудь подобие цветной революции, еще что-нибудь такое в этом роде, еще одну группу диверсантов забросим, и от России не останется, так сказать, и следа. Субтитры сделал DimaTorzok